Добрый день! Потому что вроде бы еще учиться долго, сезон только начался, но уже, вот я знаю, 11-классники, они уже их снова натаскивают на ЕГЭ. Вообще, хорошо или это плохо, уже можно подвести какие-то итоги промежуточные все-таки, ну, уже не один год, не два, не десять, как ЕГЭ в нашей стране введен. Вы скажите ваше мнение, хорошо это или плохо. Во-первых, мы ждем ваше мнение по телефону, 3195, телефон прямого эфира, а еще у нас есть голосование, теперь можно позвонить по телефону либо 300 051, это значит вы за ЕГЭ. И 300 052, значит вы против ЕГЭ, поэтому звоните вот по этим телефонам, 3190, это постоянный наш телефон прямого эфира, и 300 051 за ЕГЭ, 300 052 вы против ЕГЭ. Звоните, вы скажите ваше мнение, а хочу тем временем представить гостей нашего эфира. Это Андрей Мишин, учитель английского языка гимназии номер 12 Твери, народный учитель России, ведущий эксперт ЕГЭ. Андрей, добрый день. Здравствуйте. И его коллега, очаровательная Екатерина, у нас уже была как-то в студии, Екатерина Христенко, учитель биологии школы номер 46, тоже областного центра, финалист российского этапа конкурса «Учитель года России 2021». Екатерина, у нас вообще скоропленная балла, Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время о вашем напряженном графике, дорогие педагоги. Скажите, ну вот первый вопрос вообще, который сдаю, наверное, вот я и люди моего поколения, постарше, которые не застали ЕГЭ от слова совсем. А вообще, зачем его ввели-то? Что было не так-то? Не, ну, если меня спросить в силу того, что… Я вас спрашиваю, Екатерина. Если меня спросить в силу того, что у меня действительно уже есть опыт, да, я работаю в своей любимой гимназии уже 32-й год, и поэтому я-то как раз застал и период, скажем так, до ЕГЭ, и период непосредственно, когда ЕГЭ развивался, становился, ну и, в общем, вошел вот этот так называемый штатный режим. Я за ЕГЭ, сразу хочу обозначить, при том, что я достаточно очень часто выступаю с такой мощной и серьезной конструктивной критикой, напрямую с разработчиками и так далее, это все связано, потому что, естественно, содержание не всегда может меня устраивать. Но я прошел 90-е годы учителем английского языка, и знаю, когда мои дети готовились в разные вузы, с разными непонятными преподавателями, по разным непонятным билетам, ну, в общем, был какой-то, извиняюсь за выражение, бардак, потому что я просто-напросто даже не мог гарантировать своему ребенку, ну, вот понимание того, что мы закончили с тобой 10-й класс или 11-й, и ты точно поступишь в ведущий, там, скажем, в столичный вуз, потому что, ну, вот школьной программы достаточно будет, например, или, по крайней мере, я знаю, что будет на этом экзамене. Или еще вариант. Вот я, например, когда поступал, и вот дети мои в 90-х годах, у нас же не было выбора. Мы могли поступить только один раз и только в один вуз. Сегодня за счет ЕГЭ, за счет того, что он может подавать документы в несколько вузов, да, и эти баллы свои приплюсовывать, плюс каким-то еще там своим достижениям личностным, я считаю, это большой плюс, очень большой плюс современного ЕГЭ. Екатерина, а что вы можете сказать? Ну, я человек, который сдавал ЕГЭ, пусть это было в одной из первых волн, то есть у нас ЕГЭ было пожелание. Волны пандемии, волны ЕГЭ. Проходили все это, да. Вот тогда оно еще было пожелание, и часть одноклассников его сдавали, часть не сдавали. То есть сдавали его только те, кто поступал в вузы. И тогда это было сложно, так скажем, оценить, потому что мы ничего не знали про ЕГЭ. Мы просто приходили и видели варианты КИМы, и, соответственно, с ними работали. Да, даже подготовки там было мало. Никакой подготовки, никаких репетиторов, никакой подготовки тогда вообще не было. Поэтому мне сложно сказать, что было до ЕГЭ, но я представляю себе, как это было сложно, потому что мне рассказывали родители, рассказывали более старшие друзья о том, что действительно можно было выбрать один вуз. Не поступило. Ну, все, да. К сожалению, да. Нет, у нас все-таки опыт в Тверской области уже 17 лет. Мы сдаем ЕГЭ в Тверской области, и поэтому, конечно, как мы начинали, когда мы действительно сами не понимали многие, может быть, вещи, когда нам приходилось фактически по ходу придумывать, разрабатывать, подстраиваться. Сегодня, конечно, в ЕГЭ есть. Но говорить, что это там, скажем, и самый идеальный экзамен, что в нем все отлично, хорошо, да, что нас каждый год устраивает содержание или вот эта процедура такая достаточно жесткая. Нет, конечно. Ну, хорошо, что мы можем говорить об этом, и мы можем это обсуждать, и часто это понимается, и какие-то вещи, изменения происходят точно в ЕГЭ. Это я вам точно могу гарантировать. А про изменения мы еще поговорим. А вообще, правда ли, что за границей во многих странах есть аналоги ЕГЭ? Потому что разные, я слышу мнения, опять-таки, я не был во многих кап-станах. Нет, все верно, все верно. Я слышу, что в США, дескать, мы скопировали с Америки, но в Америке, дескать, ЕГЭ, он есть вроде и нет. Нет, есть такое понятие, есть такое понятие вообще, как внешняя оценка качества образования. То есть, вот, например, я всегда считаю и считаю, что это очень здорово, что мои дети, например, знание английского языка, предмета, который я преподаю, не только получают от меня с точки зрения оценку по окончанию, скажем, 9-го, 10-го, 11-го класса, а могут, скажем, поехать в Москву и сдать кембриджский международный сертификат. Это тоже такой же аналог, который показывает, насколько ты достиг какого уровня. ЕГЭ фактически такой же идею ставит. Независимая внешняя оценка качества образования. Ну, а что здесь плохого совершенно? То есть, есть система, есть разработанные материалы, и многие страны мира как раз с этим тоже сталкиваются. Вот мы с моим магистрантом в университете прям разрабатываем целый курс национальных экзамен наших соседей. Украина, Белоруссия, Чехия, Польша. И у всех есть так называемые матуры, да, то есть экзамены на зрелость, скажем так. И они тоже приравниваются к поступлению в ВУЗ, ну и это тоже достаточно весомый считается экзамен для поступления в ВУЗ. Екатерина, а вот вы опять как человек, который поступил благодаря ЕГЭ, верно я понимаю, да? Да. Вот, ну, вам это хорошо, опять же, слушая рассказы старших товарищей, как ты сначала по билетам учишь школьные экзамены, потом Юль тебя посвящена тому, что ты учишь билеты, соответственно, в университет. Ты поступаешь в один ВУЗ. Я расскажу сейчас историю моего поступления. Когда я подавала документы, я сказала, что я хочу подавать на один факультет, в один ВУЗ и больше никуда. Естественно, это был биологический факультет нашего Тверского государственного университета. Мама тогда очень сильно испугалась, потому что у нее какие были понятия? А вдруг все куплено? Ты никуда не пройдешь, и ты останешься вообще без, ну, как бы, да, места обучения, и придется идти в какое-нибудь училище. Я сказала, не поступлю, пойду в училище. И действительно, я слышала много разговоров о том, что было очень корруппированное поступление. Раньше университет, по билетам. Конечно, когда ты оценки выставлял уже заранее известным. Я сам в таких комиссиях участвовал в 90-е годы. Когда мне списком говорили, вот здесь надо поставить пятерку, а здесь надо поставить четверку. Мне это очень сильно возмущало, знаете, молодой учитель, типа, я не согласен, но я перестал работать в этих комиссиях почти сразу, мне это как-то не устраивает. Вот, поэтому матери было сложено довольно такое простое понятие, да, что все коррумпировано, ты можешь не поступить, как бы, честности нигде нет, да. То есть это Россия, ну, 90-х годов у нее была, да, вот в ее понимании. Соответственно, я смогла поступить, я смогла поступить со своими баллами, тогда это довольно было прозрачно и честно, как и сейчас. Ну, вот этот, мне кажется, отпечаток, он еще и остался, этот след, да, о том, что мы все равно продолжаем думать, что ЕГЭ, это тоже нечестно. У нас какие-то там случаи вскрываются, ну, смотрите, как раз, так вот это же здорово, что они вскрываются, что, значит, соответственно, система, как бы, говорит, мы открыты, мы готовы об этом говорить. Я что-то не припомню в годы вот того времени, когда я поступал в конце 80-х годов, скажем, или в 90-х, чтобы что-то вскрывалось. И я узнавал, что вот, типа, все было нечестно сделано и так далее. Хотя я сам, как учитель уже проходил, все это я видел. Надо было вскрыть? Сегодня, еще раз повторяю, это не какая-то форма идеальная. Часто начинают ее сравнить с тем, что эта форма, как бы, конечная, поэтому всех натаскивают на это ЕГЭ, в школе больше ничему не учат. Может быть, и такие школы есть совершенно. Здесь, знаете, каждый уже это отвечает. Не, я сам, у меня же очень хорошая роль. Я и учитель, который каждый год выпускает, да, и эксперт, и автор, который разрабатывает ЕГЭ. Плюс я еще родитель, который в два раза своими детьми прошел эти экзамены. Поэтому мне очень легко говорить об этом, скажем так, экспертно-профессионально. А не просто, знаете, ну, мне не нравится, потому что не нравится. Давайте его отменим. Хорошо, давайте отменим. А что мы предложим в ответ? Ну, снова бардак будет, соответственно. Вы думаете? А? Думаете. Я не думаю, что надо его отменять. Поэтому я бы не стал. В принципе, переход от одного экзамена, формы экзамена к другой, это длительный процесс. Конечно. И он не обойдется без каких-то, ну, как сказать, перестроечных моментов. Я очень прошу всегда всех наших чиновников, всех наших министров на встречи. Вот дайте нам просто, нам, учителям, спокойно работать, а детям спокойно учиться. А, это вся страна просит. Да, пожалуйста. Дайте нам спокойно работать, не решайте. Да, не надо мне каждый год что-то придумывать еще дополнительно. Потому что у нас сейчас какая-то проблема с ЕГЭ возникла серьезная. У нас сейчас новые стандарты. Как бы дети заканчивают 11 класс, ну и как же мы не отобразим что-то новое. Да у нас уже в ЕГЭ столько много хорошего отображено, чтобы даже на этом успокоиться и работать. Дайте спокойно работать. Это вот мой лозунг. Давайте дадим поработать с моим коллегам. Они сейчас в обществе рекламы. Вот на три минуты буквально не переключайте. Мы сегодня обсуждаем ЕГЭ. Звоните 300-190 после рекламы. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о ЕГЭ, про Эдконтер, попросту говоря, за или против. Вы скажете ваше мнение, нам интересно ваше мнение, если вы учитесь в школе или ваши дети учатся в школе, что вы думаете про ЕГЭ? Потому что я лично слышу разные вещи. Давайте все-таки вернемся от ЕГЭ. Мне вот интересно, вот вас как педагогов, вот мы уже сказали, вскрываясь время от времени в случае... Недостатка. А как это можно подделать, если, как говорят, все заполняется, как вообще? Нет, вот как раз это тоже была определенная такая эволюция нашего ЕГЭ. С чего мы начинали, там, наверное, можно было все подделать. Не было камер, не было форм четкой организации, там всяких штрих-кодов и так далее. Сегодня, ну фактически, ну я не знаю, где можно подделать ЕГЭ, когда там фактически каждые секунды отслеживается ребенок, да, там каждые секунды все проверяется, там все сразу сканируется теперь в аудитории. То есть раньше, например, да, я как эксперт мог эту работу получить, ну фактически вот живую, да, скажем там лет 10 назад. Посмотрите, сегодня ничего в центре обрабатки информации нету. Все уходит вот в этот большой банк, а оттуда хаотично уже экспертам дается для проверки. То какая-то часть мы знаем, а какая-то часть проверяется машиной. Поэтому я вот сегодня чисто вот, ну не знаю, на уровне, конечно, гуманитария своего такого понимания, я не представляю, как можно подделывать ЕГЭ. Составить его некачественно, наверное, можно. Да, можно. И с этим мы сталкиваемся, но это очень маленький процент совершенно. Скажем, ну найдется там одна-две ошибки, конечно, тоже очень важно, да, но вот эта проблема есть. И мне очень, конечно, хочется дожить до тех времен, когда вот ребенок напишет, и сразу все, что он написал, я имею в виду вот этот материал, так называемый, контрольно-измерительный, сразу появился бы где? Ну в его личном кабинете, чтобы он мог сразу понять, вот что здесь так, что не так. Но пока вот мы до этого не дошли. Это моя такая вот мечта. Екатерина, а вот вы за свой пример что можете сказать? Понравится, что вот его сдают по средствам ЕГЭ? Биологию. Ну, конечно. Ну, у меня такая двоякая точка зрения, опять же, да, я и не за, и не против ЕГЭ, потому что это важный аспект вообще сдать экзамены, показать свои знания, особенно если ты поступаешь в какие-то медицинские вузы, у тебя должен быть очень высокий уровень знаний по биологии и по химии. А ЕГЭ, как известно по биологии и по химии, очень сложная, очень трудная, и действительно преодолевает вот эту отметку, как бы линию, границу, после которой они могут поступить, единицы детей. То есть действительно те, которые одаренные или те, которые труженики, да, по несколько лет трудятся и готовятся, потому что они действительно хотят поступить в медицинский вуз. А при издаче по билетам может просто повезти, вот тебе достался билет, который ты выучил, и ты поступаешь в высшее учебное заведение, такое сложное, например, как наша бывшая медицинская академия, теперь медицинский университет, и обучаться тебе будет гораздо труднее. А здесь ты уже идешь с огромным багажом знаний, и этот багаж тебе будет, ну, большим помощником, потому что там учиться крайне сложно. Чуть-чуть, чем проще, мой предмет, который я преподаю в английский, а мы же еще сдаем и внешне, вот как я уже сказал, всякого рода международные экзамены. У меня дети обычно после 9-го, 10-го класса сдают тот же самый кембриджский сертификат. И когда они потом сдают ЕГЭ, и результаты бьются, то есть там высокий уровень, здесь высокие баллы, ну, для меня это тоже доказательство во многим параметрам, но в том числе, что и сам материал ЕГЭ все-таки валидный, то есть достаточно серьезно составленный. Друзья, вот ваш предмет, вот мне особенно интересно, ваш предмет, где разговорный, коммерческий, а как можно английский сдавать, только заполнять тесты? Ни в коем случае. Как кому это оговорить? Во-первых, начнем с того, что тесты-то мы почти уже в любом предмете никакие не заполняем. А вот так вот? Беседует, разговаривает, отвечает на его вопросы, описывает фотографии, ну, в общем, все то, что снова требует все те международные стандарты. Там снова есть проблемы определенные, но, по крайней мере, сегодня выпускник школы, который собирается сдавать, скажем, иностранный язык, он точно покажет все свои речевые навыки, и слушать, и понимать, и разговаривать в том числе. А произношение учитывается? Ну, произношение учитывается, но очень маленький балл за это ставится, потому что мы прекрасно понимаем, что находясь в искусственной среде, требовать от любого школьника России, так скажем, received pronunciation, это очень сложно. Поэтому нет, конечно. Ну, ведь мы в советское время изучали посредством только учебников, а уже давно аудиокурсов. Да нет, и сегодня важно. Ну, что такое произношение в понимании, вот снова нашего, так сказать, обывательского явления? Главное, чтобы это было понятно другому человеку. Ведь когда произношения нет, оно, мягко говоря, уже понятно. Вот как раз вот в этой цели и ставится такая задача тому же эксперту. Ты когда слушал, как он читает слух, как он разговаривает, как он описывает, тебе было понятно? Да, говорит эксперт, мне было понятно, все, он получает баллы. А если идет сбой коммуникации, и он там вместо одного слова другое произносит, искажая его, конечно, это будет неправильно. Поэтому произношение, это как бы дело-то такое, еще надо о нем поговорить отдельно. Это не всегда главное. Главное, чтобы просто была именно коммуникация. Вот мы же сами говорим, у нас у всех сейчас снова разное произношение нашего родного языка. Но мы же понимаем, потому что мы доносим смысл. А это главное в любом языке. Ну, хорошо. Немножко удивили, потому что я говорю, я думал, что у вас, как у представителя разговорного, скажем так, специальности, где говорить обязательно, я думаю, вы скептически скажете. Я за произношение, я обожаю его. Но вы знаете, сегодня даже в лондонском метро стоят специалисты, да, люди, так как Лондон тот же самый, там, многокультурный город, где настолько разные люди встречаются, они специально на ломаном, так называемом, broken English, пытаются объяснить, как пройти, проехать. Потому что если я начну только разговаривать на шикарном королевском английском, скажем так, его никто не поймет. Кстати, то же самое произойдет, я думаю, и с русским литературным. Да, потому что, да ну что вы, да есть такое. У нас сегодня, кстати, вообще нормы вот эти орфоэпические, то есть произносительные, они очень даже у нас падают. Но это проблема вот в целом, к сожалению, всех. Так что это еще вопрос спорный. Ну хорошо, допустим, скажите, тоже, господа, вот ЕГЭ, вот вы уже говорили, менялся, вот сейчас, то есть вы считаете, что больше ничего менять не надо? Я бы не менял, нет, вот совершенствовать постоянно не надо, ради бога. Просто получается, в 2017 году буквально изменили форму ЕГЭ, когда отказались от тестов, то есть с выбором одного, да, правильного ответа. Ну крестики так называемые, в чем народ любит рассказать. Да, крестики, когда можно было. Да, крестики мы не умеем на ЕГЭ. Ну это в 2017 году уже отменили, теперь там выбор, множественный выбор там, или на соотношение, или еще какие-то задания разные, разнообразные. То, что требует для ребенка 21 века, критическое мышление. Да, потом начали изменять вторую часть, там, ну, несколько усложнять, теперь перерабатывают из-за того, что сдают дети, которые, да, заканчивали уже в рамках ВГОЗ. А вот, соответственно, это опять стресс и для учителя, который готовит к ЕГЭ, ну, в принципе. Ну, потому что каждый раз что-то меняется, каждый раз, ну, это сложно переработать для себя, то есть, как бы, сложно угадать, а какое изменение нас ждет в будущем. Ну, просто в этом году, мне кажется, немножко разработчики поступили неправильно. Тут моя позиция, они знают о моей позиции. Надо было все-таки предложить на год какую-то перспективную модель, чтобы мы за год все посмотрели, а уже потом, соответственно, скажем, в 23-м году предложить ее как основную. А фактически сегодня, октябрь месяц, а мы все еще пытаемся обсуждать с ними эту новую модель 22-го года. То есть, в этом году детям вот это чуть-чуть осложнит ситуацию. Да, тем более, демо-версия вышла, а никакие вот еще сборники не вышли. Соответственно, дети, которые в этом году будут сдавать, они поставлены в очень узкие временные рамки. Мне это тоже очень не нравится, честно говоря. Особенно учитывая, что ЕГЭ это все-таки очень практическая, ну, как бы, большая часть, она практическая работа. Конечно, извиняюсь, прерву, у меня показывают телефонный звонок у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, что, вот смотрю я на вас, на ваше голосование, да, то есть, ну, за ЕГЭ я вижу, что маленький процент, да, как бы я тоже являюсь не сторонником ЕГЭ. И знаете, вот я сейчас просто в интернете набрал рейтинг стран по качеству начального образования. Если вам интересно, да, первое место Финляндия, Швейцария, Сингапур, Нидерланды, Эстония. Спускаемся на 50, сейчас скажу, 50-е место. Дальше у нас идет Ямайка, Руанда, Армения, Испания, Кипр, Гамбия, Азербайджан. Не кажется ли вам, что наше школьное образование со временем, которое считалось Советский Союз достаточно очень сильным образованием и занимало, ну, первую пятерку, что сейчас на 50-м месте оказаться, ну, наверное, это не совсем хороший показатель, да. В отношении ЕГЭ, мне кажется, что, наверное, в школах нужно уже какую-то психологию тоже преподавать, потому что прийти на ЕГЭ не на праздник, как, да, сдать экзамены, а именно, как, ну, оказаться чуть ли не в концлагере, потому что там досмотры, осмотры, все изымают, все забирают, чуть ли не в личные вещи влезают. То есть это достаточно большой стресс как и для родителей, так и непосредственно для учеников, которые приходят сдавать ЕГЭ. Опять же, следующий момент. Человек может быть шикарно подготовлен к экзамену, но вот психологический момент. Но ошибся он, да, но поставил не туда, но что-то его там, я не знаю, ну, извиняюсь, там переклинило. И в итоге не тот результат, на который он рассчитывает. Дальше, следующий еще момент. Сейчас, да, я с вами немножко согласен, вы как бы говорили по поводу натаскивания на ЕГЭ. То есть люди, идет расслоение, как мне кажется, расслоение общества. Люди, которые имеют деньги для того, чтобы оплачивать непосредственно дополнительные занятия, да, у хороших преподавателей, чтобы действительно натянуть своего ребенка, подтянуть к сдаче ЕГЭ. То есть, а у человека, у которого не совсем хорошо с деньгами, здесь получается уже некий какой-то провал. Потому что, ну, как мне кажется, можете опровергнуть мои умозаключения о том, что качество образования немножко просело. И у людей там в 9, 10, 11 классе, когда существует именно сдача ЕГЭ, идет как раз именно ребенка потягивает, натягивает на вот это ЕГЭ, а не обычное образование. Спасибо большое. Скажите, вот как вы прокомментируете, вот вы согласны, опять-таки, что мы там где-то в одном ряду с Гамби? Не-не, вот это как раз и с этого я начал. Во-первых, смотрите, я не очень понимаю, а когда было советское хорошее образование, его кто-то замерял, и выстраивались рейтинги, да, начнем с этого. То есть, вы не найдете ни одного рейтинга, и я думаю, это один из большущих мифов. По крайней мере, сегодня я... То есть, о качественном советском образовании это миф? Я ученик советской школы, я учитель российской школы, и я точно знаю, я снова буду себе отвечать, что мои ученики сегодня знают английский. Ученики советской школы никакого английского не знали, понимаете? Ну, скажем честно. Ну, давайте вот как раз и будем говорить, что, как и раньше, как и сейчас, все зависит от школы, от преподавателя, от желания системой стать по-настоящему качественной, а не просто делать замеры и говорить там по тестам ТИМС, МПИЗа и так далее, соответственно, как вот показать эти результаты. Если мы сейчас поставим целью показывать только по тем или иным тестам, мы тоже можем какие-то рейтинги войти. У нас, кстати, есть такая система, правда, не знаю, зачем она нужна совершенно, потому что, мне кажется, индивидуальное развитие ребенка, это намного важно, его личностный рост. Теперь те же самые возможности. Я снова не понимаю того, что раньше это было вот типа доступно всем, а сегодня было недоступно. Во-первых, сегодня высшее образование, мне кажется, доступно вообще всем в Российской Федерации. А вот здесь каким-нибудь, как он будет, не должно быть. Вот я согласен с этим совершенно, да, а раньше это был определенный слой, да, потому что я помню прекрасно, там в нашем условном классе, где было 40 человек, все 40 вуз не шли, сегодня 40, все идут вузы. Дальше, я, например, занимаюсь очень много с детьми как раз, сельских школ организую группами бесплатно, детей, скажем, каких-то регионов, где вот такой возникает запрос, и нашей Тверской области. Я точно знаю, что с этими детьми можно заниматься, что им нужно только просто показать определенные вот эти ходы, да, и с этим они справляются хорошо, потому что есть большое преимущество. Я, как учитель, который готовит вот этих ребятишек, даже в тех школах, где у них есть проблемы, скажем, ну, не преподается английский язык, да, бывают такие проблемы, я точно знаю, к чему их подготовить. В 90-х годах, если я взялся бы помочь даже этим детям, я бы не знал бы, что нужно делать. В 90-х годах я должен был знать, куда кого посоветовать, кто-то, кто знает, у кого есть ответы, у кого есть билеты и так далее, и тому подобное. Поэтому я не говорю, что ЕГЭ это лучшее, что оно там называется, но связывать ЕГЭ и качество образования, кстати, это вообще, мне кажется, некорректно совершенно. Катерина, согласна? Да, абсолютно согласна, на самом деле, тоже первая мысль была, когда, ну, про Гамбию. Она нам задала вопрос, да, о том, что кто измерял действительно, какие были контроли в милиции материалов. Скажите, вы имеете в виду, что мы в советское время были на уровне Гамбии? Может быть, мы были, может быть, не были. Ну, вы преподаете же, тем более, вот, ну, в профессии, по сути, советских времен, вы же можете сравнить. Конечно. Вы хотите сказать, средний школьник, а, даже рост. Конечно, есть определенный. Сегодня дети, они более открыты, они интересуются информацией, они умеют с ней работать, они имеют много источников. Когда мне говорят, ну, вот учебник же, он был хороший в советское время, конечно, я отвечаю всем, потому что учебник, условный, там, в вашей биологии был заточен на 30 каких-то определенных пунктов знаний, которыми и ограничивалась наша советская школа. А сегодня мы имеем столько знаний, вот, в этой развивающейся биологии, каждый день открытий, что, естественно, все просто вогнать в ребенка невозможно. И поэтому, кстати, ЕГЭ это тоже стало понимать последние лет пять точно. Оно перестало говорить, давай проверим знания, а покажи мне свои умения, навыки, компетенции. Работать с информацией. Да, как ты работаешь с информацией, как ты ее анализируешь, синтезируешь, сравнишь. Да, это сложный процесс, но снова возникает вопрос, так, может быть, всем и не надо сдавать ЕГЭ, а у нас оно и не обязательно. Сдай русский язык, сдай базовую математику, она очень простая, получи аттестат и заполняй, значит, те пространства образовательные, которые позволяют без всякого ЕГЭ тебе обучаться на хорошие профессии, которые сегодня востребованы. Нет, говорит, ребенок, все равно буду сдавать, потому что папа, мама захотела. Ну, надо соотнести же понятия, может он или не может совершенно. Некоторые действительно не должны знать высшую математику, высшую биологию и свободно говорить по-английски. Да, должен кто-то и улицу подметать. В хорошем смысле слова, да, конечно. Кто должен быть сварщиком и стульеваром. А сегодня, когда мне все говорят из 100 выпускников, что все 100 идут в ВУЗы, так ВУЗы от этого страдают, они же качество становится у них действительно, вот там действительно проблема серьезная, оно снижается, потому что когда приходит просто масса, извиняюсь за выражение, ну, разноподготовленная, у ВУЗа действительно сложная проблема. Мне, кстати, надо ВУЗы пожалеть в этом плане, у них более сложная ситуация с качеством, чем в школе сегодня. Хотела комментарий оставить по поводу концлагеря во время проведения ЕГЭ. На самом деле, действительно, дети испытывают огромный стресс, но этот стресс, он как снежный ком, он накапливается в течение всего года, и зачастую, на самом деле, они переживают не сколько из-за ЕГЭ, а сколько из-за того, что скажут люди о их результатах. И как их наскроют, их родители, да, учителя напугают их, да. Целый год, целый год. И раньше такое было, когда по билетам, ну, вспомните. Конечно, конечно, стресс был. И все волновались. Мы сейчас в студии сидим, я выступаю, что называется, много-много лет везде, но я все равно волнуюсь. Это нормально совершенно, волноваться для человека, находясь в каких-то определенных новых, скажем так, условиях. Но сегодня снова хорошая школа может позволить ребенку массу вот этих психологических тренингов, когда говорят, надо вести уроки психологии, у нас давно в школах есть психологи. Там хорошие или плохие, но они есть, которые позволяют тоже трудности снимать. И мы с родителями, кстати, очень много встречаемся на эту тему, рассказывая им, да, что не надо давить, не надо требовать, не надо всех заставлять идти вот в эти топовые вузы, потому что я захотел, вот типа я не стал балериной, а ты станешь совершенно. Но не надо всем становиться. Еще частая проблема, это то, что родители говорят, сдай вот это, это, это и это. Он говорит, ребенок, я хочу поступать с определенным предметом. А ты подстрахуйся еще пять. А ты, да, подстрахуйся, еще пять сдай. Это ситуация очень часто встречающая. Я каждый год встречаюсь с такими родителями и прошу их, поберегите своих детей. Вам не надо сдавать восемь-тринадцать, возможно, ЕГЭ. Может, дадут два, но те, которые нужны. Сдай два, сдай три, определись. Есть другие формы, помимо, кстати, ЕГЭ, сегодня в России есть другие формы, кстати, сдачи ЕГЭ, для тех, кому не надо точно сдавать ЕГЭ. А все-таки вот еще звонивший телезритель и сказал такую вещь, и я с ним согласен, понимаете, ну, у меня просто много знакомых, как мама, так и дети. И я, собственно, от детей с удивлением услышал, когда они говорят, во, там устал, то-се, а сколько? У меня сегодня восемь уроков. Я так сначала, знаете, как это восемь уроков? Ну, я, конечно, мерю по своей школе, но в школе не может быть восемь уроков. Это университетская норма, четыре пары называется. В школе не может точно быть. А вот дополнительное занятие, которое мы родители наклеили, может быть и стол. Я говорю, а что это? Может, какие-то просто факультативные, ну, ты там, не знаю, ботаник тебе интересует? Восемь репетиторов, наверное. Нет. Это говорит, она говорит, нам надо оставаться, это весь класс, а почему? А так говорят в школе, а иначе не сдашь ЕГЭ. То есть, откуда восемь уроков? Это дети детей оставляют, ну, причем, ну, как? Оно вроде добровольно, но всем говорят, кто не останется на седьмой-восьмом уроке, они сдадут ЕГЭ. И, то есть, реально дети сильно устают. Вы считаете это нормально? Нет, я считаю это ненормальным. Вот с этой целью у меня, кстати, школа называется многопрофильная гимназия. Это означает, что в старшей школе каждый ребенок, приходя, уже для себя выбирает тот набор предметов, ну, террой ЕГЭ, назовем условных, да, которые ему понадобятся. Хочешь заниматься химией и биологией, иди в, естественно, научный класс. Хочешь заниматься языками, иди в лингвистический профиль. Поэтому сегодня как раз такая возможность есть. Снова другой вопрос, что у нас сегодня самая главная проблема, которая возревает в образовании. У нас не хватает качественных учителей, да и вообще просто учителей скоро будет не хватать. Вот об этом бы я говорил бы точно, как отдельной проблемой, и поднимал ее, что называется, и бил колокола, и это прям самая главная мысль которой. Потому что при таких зарплатах, при таком отношении, ну, нельзя сегодня гарантировать, как вот там хотят, чтобы мы поднялись в рейтинге и так далее, качественное образование. И ЕГЭ тут снова ни при чем. Екатерина, а у вас вот такое в школе имеет место быть или тоже вот у вас такого нет? Чтобы детей, потому что детям говорят, что в рамках обычной программы, в рамках вот этих часов я вам не смогу дать столько знаний, сколько потребуется на ЕГЭ, и поэтому детей оставляют. То есть, дескать, это нормально вообще? Нет, заставить никто не заставляет. Ну, вы же сами понимаете, когда учитель сказал... Ну, я никогда не говорю о том, что ты не сдашь ЕГЭ, если ты не придешь ко мне на электив, потому что если ребенок не хочет посещать электив, зачем его заставлять? Он просто будет сидеть, и знание-то у него не усвоится. Кто хочет в школу заходить, понятно, что все не хотели в школу ходить. Я согласен, но просто здесь ситуация должна быть четко понятна, для чего тебе нужен этот ЕГЭ. Если он понимает, что это ЕГЭ ему нужно... Он хочет дать ЕГЭ вступить в университет. Ну, значит, тогда он должен к нему готовиться, да? А в школе программы недостаточно получается? Школьной программы? Нет, недостаточно. Смотрите, у нас ЕГЭ, я просто перебиваю, простите, оно же у нас делится внутренне, да, на две составные. Базовая, то есть стандарт, который выдать должна школа, за час, за два в неделю, и так называемый профильный или углубленный уровень, да? Естественно, при базовом уровне, скажем, выставляется так называемый порог. Есть такое понятие. Вот порог у меня, например, по-английскому из 100 баллов, это 30. Вот на 30 баллов, условно, сейчас бы ввели бы массово ЕГЭ по английскому языку, вот я должен был, что называется, вы не по-лоше умри, но сдайся на 30 баллов ЕГЭ. А 100 баллов, чтобы получил ребенок, или 80-90 и так далее, это уже профильный уровень. И, соответственно, по профильному уровню гарантировать от бедной школы, от несчастного учителя, что он должен всех подготовить, даже порой с элективами, это нереально просто. Поэтому надо понимать, если ты выбрал профильную математику, значит, должен быть специализированный класс или дополнительная подготовка. Давайте нормальным русским языком. Короче говоря, если мальчик или девочка говорит, я хочу поступить на ПМК, все как хочешь, дополнительные уроки у тебя должны быть. Конечно. Если я хочу поступить на ЭГЭ, обязательно лучше еще на 10-й и на 11-й, потому что с одним часом в неделю, которая в базовом уровне заложена биология, в 10-м, 11-м классе, невозможно подготовиться на высокие баллы ЕГЭ. 36, вот порог по биологии, 36 баллов. Пожалуйста, ходишь на уроки, посещаешь их раз в неделю, Мы же эти статки выдаем детям, базовая математика и русский, не тем, кто получит 100 баллов, а тем, кто преодолеет так называемый порог. И там пороги такие выставлены, но минимальные, что фактически русский, я точно из года в год отслеживаю своих гимназистов, мы точно его сдаем. С математикой, кстати, бывают проблемы. Бывает. Короче, получается, базовый порог, это прежние экзамены, просто выпускные в школе, после которых человек идет, я не знаю, на фабрику. А вот для поступления в университет нужно уже более глубокое знание. Раньше билеты по литературе в школе не совсем очень соответствовали билетам по литературе, когда я поступал, скажем, на факультет иностранных языков. Требовалось больше почитать, фактически залезать в такие дебри, книжки и так далее. Поэтому это всегда было остается. А что может поменяться? Мы сейчас представим обедного ребенка, родителя, вообще учителя, который говорит, вот у тебя в программе 13 предметов, условно ты должен 13 предметов гарантировать, чтобы он на 100 баллов сдал эти экзамены в форме по материалам ЕГЭ. Это же убийство будет совершенно, это же просто ненормальная будет школа. В школе должны учить, развивать, а не натаскивать и не готовить к ЕГЭ. Мне сколько раз как раз и родители, и дети говорят, что нас натаскивают, у нас обучение сводится к натаскиванию. Вы знаете, часто переживают учителя, доведут в профессии нашей коллегии, это русский язык и математика, я их понимаю, потому что у них это обязательный предмет. И часто это сводится, ну может быть, и к натаскиванию, я не знаю, потому что действительно, сегодня с устным счетом, не все у нас хорошо в стране, есть такая проблема. Я со своей колокольней сейчас буду говорить, хорошо? Нужно, нужно. Биология очень сложный предмет в плане натаскивания, потому что натаскать на тесты или на вторую часть по биологии практически невозможно. Наследительная деятельность нужна, конечно. Да, сколько лет работаю, я убеждаюсь с каждым разом. Да, нужно знать определенные там правила и исключения, которые встречаются, и которые могут тебе понадобиться, и на которых подлавливают часто в первой части. Но при этом, если ты просто натаскался, ну там, прорешал, предположим, там, две тысячи тестов, да, это не факт, что, придя на экзамен, тебе из этих двух тысяч тестов хоть один вообще попадется. Да, ты будешь знать, какая структура заданий, да, ты будешь знать, что тебя вот в первом задании ожидает такая-то форма работы, во втором такая-то форма работы, но при этом эти каждый год меняются задания, то есть не полностью, не весь банк, не все 100%, но задания обновляются с регулярностью, да, соответственно, натаскать просто невозможно, и даже если ты прорешал пять тысяч заданий, шесть, восемь, десять, и тебе многие из них попались, знаний у тебя не останется, и придя в ВУЗ потом, можно я договорю? И придя в ВУЗ преподаватели сразу обнаружат твои пробелы. У меня много выпускников поступают в медицинские учреждения, в том числе в наш университет медицинский, и они потом мне говорят о том, что Екатерина Андреевна, мы с вами углубляемся в биологию, мы с вами ее понимаем, мы с вами работаем не на результат в качестве баллов ЕГЭ, мы с вами работаем на то, чтобы в дальнейшем этот багаж знаний помог, а часто приходят дети, которые, видно, что натасканы, да, натасканы, и им учиться в университете гораздо сложнее, то есть нужно не забывать при подготовке к ЕГЭ о том, что это не самоцель, не то, что ты сдал ЕГЭ, и все, тебе сразу дипломы университета вручили, и ты пошел работать. За ЕГЭ стоит еще длительная пятилетняя, шестилетняя работа. И здесь очень важно, что еще отметить, сразу хочу не забыть просто про платность, бесплатность, про натаскивание. Вот ЕГЭ сегодня, это та форма, которая имеет много открытых материалов, которые бесплатно, качественно, ты можешь спокойно готовиться, не ходи на эти лективы, не ходи на эти факультативы, у тебя нет возможности иметь репетиторов. Я вот вижу просто по той группе сельских школьников, с которыми я работаю много лет. Ради бога. Мы берем с ними открытый банк заданий, который находится на сайте ФИПИ, Федерального института педагогических измерений, там все уже предложено из вариантов прошлых лет, и они по ним готовятся совершенно. Поэтому вот этот миф, что снова у нас расслоение из-за ЕГЭ вдруг наступает, я снова не вижу его. Хочу добавить по поводу подготовки. Банк открытых заданий есть, а плюс еще есть прекрасный сервис YouTube, на котором на каждую тему можно найти видеоролик, абсолютно бесплатно его просмотреть. И если ты хочешь эти знания получить, ты найдешь способ для получения, и не обязательно для этого читать множество каких-то справочников, или кому-то заносить деньги. Ну да, потому что это одна из... Можно действительно подготовиться самостоятельно при помощи современных технологий. А наши дети сегодняшние, они очень хорошо этим владеют, кстати. Они прекрасно ориентируются, и мне кажется, вот это как раз понятие коммуникации, да, и все вот возможности интернет-ресурсов, они именно для них созданы. Порой даже учитель не всегда, скажем, в возрасте может сориентироваться быстро. Ребенок, школьник современный, прекрасно с этим ориентируется. Скажите, когда ЕГЭ вводили, то декларировалась одна из таких целей, что школьник с какого-нибудь там сибирского села может поступить в МГУ. Так оно и есть. Но почему тогда все-таки МГУ и другие вузы топовые, что называется, вели все-таки дополнительные экзамены? Помните эту историю, когда они сказали, ребята, не надо, мы не верим вашему ЕГЭ, мы не верим, что опять какой-нибудь там откуда-нибудь из-за... Ну вот это и есть наша дискредитация и наше вот снова непонимание профессионального сообщества. Как раз это один из вариантов. Но при этом, смотрите, вот МГИМО два года в этом году, в прошлом году из-за пандемии не проводит внутренние испытания. Ведь ничего у них не изменилось от этого совершенно. То есть они набирают только теперь по ЕГЭ. И набирают все достойных ребят, плюс олимпиады, которые дают возможность, плюс там всяких умники и умницы. То есть возможности, да, сегодня и топовых вузах, и не топовых вузах действительно дают возможность маленькому, простому ребенку из любой там Сибири и так далее, Твери, приехать и сдать. Да, мы же просто видим сегодня... Вот, кстати, один из минусов очень большой ЕГЭ для региона, это я точно знаю, у нас же дети сегодня фактически все стали уезжать. Массово умные дети. У нас в университете, наше Тверское, очень мало детей идет в этом плане, потому что они считают, что есть возможность... Поступить куда-нибудь. Да, поступить в топовые вузы. Раньше он всегда, ну, как бы, дергался, он понимал, да, а вдруг там вот пролечу, а вдруг не получится. Сегодня он подает документы, сколько там, пять вузов, пять специальностей, в общем, там какая-то массовость совершенно на этих подач, и это дает возможность. Поэтому здесь вот снова вопрос там, не то, что это плохо. Кстати, обсуждается постоянно о том, что нужно задерживать в Тверском регионе выпускников, которые показывают высокие результаты. В вузы там стипендии выплачивают, очень хорошие, там первый триместр 20, даже тысяч в некоторых вузах, я знаю точно. Но при этом все равно дети стараются поступить в Москву или Петербург, потому что это Москва и Петербург. Открылись возможности, да, к сожалению или к радости. А я когда поступала, мы еще, я вот с деревни, да, ну, с глубинки, так скажем, Балагозский район, Тверской области, я поступала в Тверь, потому что я еще тогда, несмотря на то, что уже был ЕГЭ, но я тогда еще переживала, и еще и родители, конечно, давили, и говорили о том, что ну куда, как бы кому-то там нужна в Москве или в Санкт-Петербурге. Теперь, может быть, я бы и по-другому поступила, может быть, я бы сдала ЕГЭ, и не осталась Твери, потому что я бы нашла себе какой-то другой вариант. из маленьких регионов, территорий, городов поступают и учатся успешно. Скажите, ну все-таки, как бы, вот резюмируя правы были, руководители федеральных этих вузов вводят дополнительные испытания, скажем так, или... Нет, я против. Я говорю, на примере вот моего любимого МГИМО я вижу точно, что два года не вводят, ничего не изменилось совершенно, да. Может быть, да. Все же дети поступают. Да, да, да. То есть поступают дети, готовятся, дали эту возможность с Олимпиадами неплохую для ребят. По крайней мере, я не понимал никогда смысла вот этих ДВИ внутренних испытательных экзаменов. Кто же согласен, Катерина? Мне тоже это не нравится, да. И еще в этом году вот на нововведение, когда вузы стали предлагать на выбор предметы, что можно, например, поступить в некоторые медицинские вузы, это ужасно, без биологии. Как это? А вот, я столкнулась с этой ситуацией. Выбор физика, химия, химия, биология. Да, получается, дети сдают пять экзаменов и по лучшим баллам поступают, иногда даже, когда эти экзамены вообще не имеют никакого отношения к тому, к той специальности, на которую они поступают. Вот это я тоже против, потому что все-таки, когда ребенок сдают такой сложный экзамен, как биология и химия, поступить потом в медицинский вуз с предметом, к которому подготовиться, чуть проще, так скажем, потому что, если посмотреть, вообще средние баллы ЕГЭ, по стране, какие будут самые низкие результаты? По биологии. Не потому что у нас в стране нет ни одного нормального учителя биологии, а потому что экзамен очень сложный, довольно-таки, потому что он рассчитан на поступление в медицинские вузы, где багаж на ней должен быть большим, я повторюсь, да, соответственно, те дети, которые будут поступать в медицинский вуз с каким-то другим предметом, у них не будет этого багажа, с которым они должны приходить в вузы, им будет гораздо сложнее. Они сами устанавливают эти экзамены. То есть это выбор самого учебного заведения. Это снова возможность для региональных вузов выживать, набрать. Потому что они сегодня реально оказались в очень сложной ситуации, многие региональные вузы, они хорошие, у них хорошие кадры, у них хороший потенциал. Но вот как вот мне внушить моим детям, что вот тут Москва, полтора часа, и тут есть возможности. И они туда уезжают. Ну подождите, но это что получается, уровень образования-то снижается? Если в мед поступает человек, который инфузоривает туфельку, а я сказал изначально, что когда говорят о проседании школьного образования, я поговорил бы серьезно о проседании вузовского образования. Я считаю, что как раз школа сегодня наоборот очень поднимается, и во многих вещах она очень качественно работает. И те же самые баллы ЕГЭ показывают, что неплохой уровень детей идет на поступление. А дальше у нас все это аккумулируется за счет ЕГЭ, это большой плюс. Мы дали возможность любому парню, любой девушке из глубинки приехать и сразу в топовый вуз, если он реально готовит. Ну вот и получили сегодня такую ситуацию. Это минус. Это реальный минус нашего сегодняшнего ЕГЭ. Хорошо, у нас осталось буквально несколько минут. Все-таки вы уже заклинали нашей власти, что не надо больше ничего менять. Я бы еще раз заклял. Но все-таки, вот вы говорите, есть минус, что все-таки, на ваш взгляд, надо бы улучшить, как скажем так, ЕГЭ? Можно я первую выскажу? Я считаю, что было бы правильным не просто создать банк заданий, а в принципе после ЕГЭ, как после Олимпиады, выкладывать эти задания. То есть Олимпиада прошла, в интернете сразу все эти задания появились и можно посмотреть, можно уже как бы для себя какие-то выводы сделать. Это моя мечта. А в ЕГЭ все довольно скрытно. То есть появляются эти задания в открытом банке частично и не сразу, далеко не сразу. И получается, что дети выходят с ЕГЭ, и хотят своему учителю сказать, какие были задания. И это все сарафание радио, сломанный телефон и тому подобное. То есть мы точных заданий не видим. Вот выложили банк заданий, с ним дети ознакомились, учителя ознакомились, и уже бы не бежало бы по тысяче человек на апелляции. Правильно? То есть апелляции было бы меньше. А второе, знаете, чтобы как раз вот этот стресс снять, вот это все гестапо, о котором рассказывали люди, надо просто открывать центры, как во всем мире. И, кстати, сейчас в России такая же попытка делается. Вот как раз в школе сдавать в июне один раз, и больше у тебя нет возможности, это неправильно. Создавайте центры региональные, создавайте центры в районах, где ребенок может прийти, в любое время, как в некоторых странах. Какая-то попытка бесплатная, какая-то попытка уже, к сожалению, платная. И у тебя есть как раз вот эта возможность, как сказал ваш, кто звонил, что он может ошибиться. Действительно может ошибиться. Поэтому вот это у меня тоже такая мечта, помимо открытости материалов. Второе, чтобы, конечно, были центры. И школа прекратила в июне превращаться в центр, а продолжала быть образовательным, нормальным учреждением, которое готовит детей к жизни, а не к ЕГЭ. Ну хорошо, и вот все-таки возвращаясь, все-таки у нас уже сегодня за эфир, несколько раз звучало то, то, что образование проседает, то, наоборот, растет. Все-таки, на ваш взгляд, суммируя, если что-то уже за эти 10 лет, что дало ЕГЭ, оно позволило все-таки хотя бы удержаться на уровне? По крайней мере, мы не упали в образование. У нас есть... Гамбии, да? Да, ну это вообще, это я просто даже не собираюсь... Это мифы, которые надо постоянно привязывать к каким-то параметрам советской школы, школы такой, школы сикой. У нас сегодня достаточно много есть выбора и свободы в образовательной организации в школе. Поэтому, соответственно, по большей части, если есть школа хорошая, если в ней есть еще, повторюсь, это очень важно, качественные, хорошие учителя, это действительно главное, что меня сейчас тревожит в образовании, то и никакого тут проседания не будет совершенно. Мы просто будем продолжать учить детей, а не готовить к ЕГЭ. Школа не должна готовить детей к ЕГЭ, она должна их просто учить. Что мы и делаем. Согласна, абсолютно согласна. Да, добавить еще бы хотела, что действительно проблема кадров, она существует. И если хотят решить проблему качества образования, нужно решать кадровый вопрос. Не ЕГЭ менять, да? Да, и я эту тему уже поднимала, и во время прохождения муниципального еще этапа конкурса, и эта проблема возникала, ну, и обсуждалась и на региональном этапе, и на всероссийском тоже. Главнейшая проблема образования. Потому что действительно приходят, ну, как сейчас разрешено, приходить в школу студент третьего курса, да, разрешено приходить просто... Преподавать. Просто преподавать, да, без педагогического образования, ну, с тем условием, что ты пройдешь там какие-то курсы повышения квалификации. К чему это приводит? Люди, которые далеки от педагогики, приходят и пытаются учить наших детей, не понимая, ну, даже возрастных, каких-то особенностей, подростков, например, да, не понимая, почему нельзя читать лекции, а нужно как-то менять время от времени свой метод преподавания. А потом в обществе возникнет снова проблема. Оказывается, ЕГЭ в этом виноват. А оказывается, не ЕГЭ в этом виноват. Это просто форма. Но, как говорится, дырку можно заткнуть всегда, да? Я против этого, да. А починить, это уже не вопрос к учителям. Это вопрос гораздо выше. Мне нравится, что у вас написано «Я учитель». Вот это действительно. Это очень важно, чтобы в России было «Я учитель» и «Учитель» с большой буквы. Тогда все проблемы, в том числе ЕГЭ, мы просто прекрасно можем разрешить. «Учитель» — это самое главное в школе. Спасибо большое, уважаемый гость. Наш эфир подошел к концу. Вот видите ли, зрители, не так все плохо, не так страшно ЕГЭ, как его молюют, в том числе мои коллеги СМИ. Ну, будем надеяться, что так оно действительно есть. Будем надеяться, что действительно уровень среднего образования в нашей стране будет хотя бы сохраниться на уровне или даже расти, как вот сказали. Тут главное даже не в ЕГЭ дела, а в учителях. Поэтому побольше хороших учителей в нашу школу. Спасибо большое. Это была программа «Тема дня». До новых встречи. Всего хорошего. Продолжение следует...